Сегодня на мирных улицах гибнут люди. Как лично вы с этим остаетесь? Первое, нужно молиться. Второе, нужно делать все, что у тебя зависит, для того, чтобы ситуацию улучшить. Ну как-то власть никак на это не реагирует, на то, что происходит. Восемь лет мы кричали, ну почему мы ничего не делаем, почему мы не заберем Донбасс? А он нам отвечал, еще не время. Атака беспилотниками Москвы, Московская область. Какие на самом деле цели были у той стороны? А, ну все, значит, превращаем Украину в мокрую лужу. И тогда бы мы проиграли эту войну. Что-то зажужжало, потом был мухой удар. Проснулись мы, собственно, от такого мощного хлопка. Позиция Великобритании, военные цели за пределами собственных границ, это часть самообороны. А раз вы участвуете в этой войне, то так же, как Россия легитимная цель с вашей точки зрения для Украины, так и вы легитимная цель для нас. Подпомяните мое слово, этим и кончится. Маргарита, сегодня совершенно точно хочется начать с того, что происходит в Белгороде. Скажите, как оставаться с тем, что сегодня эвакуируют людей из российских городов, и что сегодня на мирных улицах гибнут люди, и эта цифра только растет с каждым днем? Как лично вы с этим остаетесь? Я всегда знаю два выхода из любой ситуации, вернее, две манеры поведения. Первое, нужно молиться. Второе, нужно делать все, что у тебя зависит для того, чтобы ситуацию улучшить. И в данном случае облегчить страдания людей. Может, вы видели, я в телеграм-канале своем предложила помощь. И призываю всех, кто сейчас меня слышит, помогать людям, которые хотели бы покинуть Шебекину, в частности, и вообще те места, где небезопасно дать им возможность снять квартиры, снять временное жилье, где-то пережить это время, пока мы разгромим тех, кто их кошмарит. Но, знаете, впадать в истерику, это значит работать на врага. Понятно же, что они делают для этого. И больше ни для чего. Они зачем шарашат Долгородскую область? Это имеет какой-то военный смысл? Никакого. Никакого. Маргарита Симоньян, главный редактор государственного телеканала «Раша Тудей» и Международного информационного агентства «Россия сегодня». С марта 2022 года «Раша Тудей» запрещен в Евросоюзе и некоторых странах Запада. Сама же Симоньян находится под санкциями, объявлена в международный розыск, а ее фамилия числится под номером 2 в украинском списке российских журналистов, на которых негласно объявлена охота. Я сказала, Россия, матушка, забери Донбасс домой. Теперь за одну эту фразу европейская свободолюбивая Украина возбудила против меня уголовное дело. Свободная Европа ввела все санкции. Тем не менее, Симоньян продолжает высказывать свою позицию в социальных сетях и в эфирах общественно-политических программ на федеральных телеканалах. Вот вы сказали, что вы предложили помощь. Обращался ли к вам кто-то уже? Да, конечно. Мои помощники мне написали, что уже больше сотни обращений. Из них документы... Ну, потому что надо же проверять, понимаете, могут же быть мошенники, естественно. Таких тоже полно, к сожалению. Из них несколько человек уже прислали документы, то есть подтвердили, что они не мошенники. И уже вот я им буду оплачивать квартиры, собственно говоря, с сегодняшнего дня. Ну, я написала, что я сама потяну, наверное, там 5-10 семей. Ну, дальше я уже буду трезвонить по всем людям обеспеченным. Призывать их к... Не знаю почему. К нормальности. Почему для вас важно именно личное участие? Вот вы хотите сами потянуть. Кто-то бы сказал, ну, есть инстанции или там... Слушайте, пока инстанции, я вас умоляю, пока инстанции раскачаются, люди уже от голода умрут. Ну, о чем? То есть здесь вопрос... Инстанции, это все долгое, это же бюджетирование. Я сама вот возглавляю бюджетную медийную организацию, да я вас умоляю. Пока эти деньги получишь, уже все пропало. Поэтому, как везде и как всегда, проще сделать самим, чем на кого-то рассчитывать. Людям помощь нужна сейчас, понимаете? А не когда эти инстанции пройдут все свои бюрократические запятые, выверят все точки и вспомнят о них в октябре. Почему у нас так устроена работа, что инстанциям нужно столько времени? Вот даже в таких ситуациях. У всех так устроена работа. Так устроен бюрократический мир. Я жила на Западе, там еще хуже. Поэтому везде развит институт комьюнити, вот то, что как это в Америке называется. То есть помощь друг другу, да, вот тех, кто рядом. Это нормально, это нормально. Люди должны помогать друг другу. Инстанции есть инстанции, у них свои задачи и прочее. Они, кстати, справляются у нас с ними неплохо, в массе своей в основном. Разные инстанции. Но люди-то должны помогать друг другу. Потом этого требует моя личная религия этого требует. Ну, вообще, если кто-то относит себя к крестьянской вере, не надо забывать. И в исламе, кстати, то же самое. Не надо забывать о том, что это одно из главных требований нашей религии. Вообще-то, если там себя спросят, надо, чтобы было что-то ответить. А я в это верю, что спросят. Некоторые люди говорят о том, что, ну, как-то власть никак на это не реагирует, на то, что происходит. Как вы считаете вообще, как правильно в такой ситуации реагировать? И адекватно ли ситуации реагирует наша страна? Я не власть. Мне неведомы многие-многие входящие данные, знаете, которые ведомы власти. Соответственно, мне очень трудно анализировать исходящие данные. Если бы я была властью, я бы имела полный доступ ко всей информации. Делать выводы – разумный человек, вообще человек не истеричный и нормальный, может себе позволить только когда он владеет всей информацией. Я всей информацией не владею. Понимаете, я же не сижу в Кремле и не читаю совершенно секретные документы, не получаю совершенно секретные доклады разведки одной, второй, третий, начальников штабов и прочее. Поэтому мне сложно сказать. Я на опыте знаю, я же уже 20 лет даже больше работаю в государственной, скажем так, обойме. Я на опыте знаю, что каждый раз, когда кажется, ну вот, почему вот так не делают, или надо вот так, или надо вот сяк, потом проходит год или два, и ты понимаешь, а-а-а, вот почему. А-а-а, ну тогда да. Поэтому я перестала поддаваться воздействию вот этой вот, которому так легко поддаться, вот этой вот истерике. Ну почему вот то, ну почему не то? Ну вот вам пример. Вот 8 лет это происходило на Донбассе, да? И 8 лет мы кричали, наш патриотический лагерь, ну почему мы ничего не делаем, почему мы не заберем Донбасс? Мы ходили к президенту, говорили ему это в кабинете. А он нам отвечал, еще не время. Мы Донбасс не бросим, но еще не время. И мы не могли понять, а чего не время-то? Ну теперь-то понятно. А представьте, все началось бы 5 лет назад, например, когда мы не были к этому готовы. Ни с точки зрения армии, ни с точки зрения экономики. Вот только представьте, что все что-то происходит сейчас. Они-то были готовы уже, Запад, я имею в виду. А мы-то нет. Еще не было, как вы помните, 18-го года, когда нам было объявлено о нашем новейшем оружии, гиперзвуковом и прочем. Это бы еще все не было. Представляете, мы бы начали, а нам бы вот такую вот ответочку. Всем западным миром, всем НАТО плюс-плюс количество стран. Тяжело было, правда? И вот теперь ты думаешь, понимаешь, а-а-а, так вот почему. Поэтому я не хочу себе позволять вдаваться вот в такое. Я лучше знаю. Я лучше не знаю. И все остальные, кто сидят и говорят, ну почему-то мы то, ну почему мы все, они лучше не знают. Поверьте мне. Путин знает лучше. Реально. Вот реально. Не могу тоже не пройти мимо события атака беспилотниками Москвы, Московской области, тоже многие об этом говорят. И вы в том числе высказывались, вы сказали такую фразу, они хотят нас выбесить. Что это значит и какие на самом деле цели были у той стороны в связи с такими действиями? Ну мы можем только предполагать, предположение одно, что они хотят спровоцировать нас на жесткие действия в отношении, в первую очередь, мирного населения. Намеренные жесткие действия в отношении мирного населения, которых мы до сих пор себе не позволяли, и я очень надеюсь, что не позволим. Потому что они же занимаются этим, но они же кошмарят мирное население прицельно. Они что в Шебекино-то нашли? Шахты? Не пойму. С ядерной бомбой? Что они там нашли-то? Они шарашат за одну, может, 260 бомб. Просто по людям. Мы же не делаем такого, правильно? Вот. И эти вот беспилотники, которые летели. Куда они летели? Так, полетали, полетали. Но они же тоже летели не в какие-то военные объекты. Они летели, чтобы всех напугать и чтобы мы, наконец, разозлились. Власть бы наша разозлилась. И сказали, а, ну все, значит, превращаем Украину в мокрую лужу. И тогда бы мы проиграли эту войну. Морально. Понимаете? Мы, может, выиграли бы ее физически. Мы морально бы проиграли. А этого нельзя делать. Нельзя оставаться и жить дальше с чувством, что ты был неправ. Понимаете? Мне вот, несмотря на всю тяжесть всего, что происходит, несмотря на реки крови, которые льются, мне спокойно засыпать с мыслью, что волкодав прав, а людоед нет. И что мы в этой ситуации волкодав. А людоедом я быть не хочу. А вот вы сказали, морально проиграли бы. А морально победить, это как было бы? Морально победить, это знать, что правда на твоей стороне. Что ты проводишь эту операцию. Не потому, что тебе хочется еще хапнуть какой-то землице. Земли нам мало, что ли? А потому, что ты защищаешь людей. Что люди, которые живут на наших новых территориях, это наши люди. И они хотят быть с нами. Что ты стараешься всеми силами не причинить ущерба простым людям. Понятно, что избежать этого невозможно, а то она и война. Но вы же понимаете разницу между тем, чтобы делать это намеренно, как делают они с 2014 года, начиная. И случайным, то, что называется, вот collateral damage, да, есть такой термин у американцев. Потом значительную часть они делают сами. Они сбивают нашу ракету, обломки летят в их дома. Она летела к ним в дом. Она же летела совсем в другое место. Но им проще пожертвовать своим жилым домом, чем тем военным объектам, куда она должна была прилететь по правилам войны. Вот. Вот это и есть ощущение того, что ты прав, что ты на стороне правых сил. На стороне, что значит на стороне? Я всегда была бы на стороне своей Родины, даже если бы она была не права. Ты уж никуда не денешься. Но осознавать, что мало того, что ты на стороне своей Родины, так она еще и права, это очень успокаивает даже в такой тяжелой ситуации, в которой мы все находимся. Вот многие сейчас обсуждают также позиции Великобритании. Недавно глава МИД заявила о том, что военные цели за пределами собственных границ – это часть самообороны. Ну, с точки зрения ракет, которые Украина направляет в нашу сторону. Но при этом есть также ракеты «Шторм», которые они отправляют Украине, и которые также, получается, принимают участие во всем происходящем. И вы также говорили о том, что Британия, она как будто бы всегда как-то ни при чем. Вот в чем суть такой позиции, где вот в одной ситуации так, а в другой ситуации вот так? Британия так делает сама всю свою историю. Это называется «Чужими руками жар загребать». Вы вспомните, как Британия, конкурируя с испанцами на морях, громила этот испанский знаменитый флот, знаменитую испанскую непобедимую армату. Она же как это делала? Она это делала руками пиратов, бандитов, разбойников. Был у них такой Дрейк, которого и награждали, и лордом сделали. Там ходили слухи, что он вообще любовник королевы-девственницы Елизаветы, что она не совсем была девственницей в этом смысле. Ну, это принцип у них такой, а что же для них-то плохого? Замечательно, они сами вроде ни в чем не участвуют. Ручки чистые. Может, не очень чистые, но, по крайней мере, не исцарапанные. А цели достигнуты. Вот теперь они выбрали себе разбойником Киев, Зеленского, и борются с нами руками этих разбойников. Ничего нового совершенно. Все понятно. Но при этом они заявляют, что Россия в данном конкретном случае для Украины это такая законная военная цель, которую можно поражать в целях самообороны для Украины. Ну, а что они будут заявлять? Конечно, они так будут заявлять. Что вас в этом удивляет? Я веду к тому, что с другой стороны, так как Британия также, получается, участвует, поставляет свои ракеты, точно так же и Россия может, как эта точка угрозы для нас, туда направлять свои вооружения. Конечно. Но здесь как будто бы уже логика, здесь вот это вот другое. Я вам так скажу. Они вам скажут, что это другое, потому что они вооружение продают. Да? А мы тоже вооружение продаем, кому только не. Условно говоря, если сейчас... Это другое, да. Да. Они сейчас скажут, вот, ну, представьте, вы продаете вооружение Индии, вот сейчас Индия начнет воевать с Пакистаном, это что значит, Пакистан имеет право бить по вам? Вы же продавали вооружение в Индии. У них такая будет логика. С другой стороны, мы знаем, что на самом деле никто ничего не продает, а давным-давно все дается даром. А это уже участие в войне. И поэтому я считаю, что, конечно, мы имеем полное право заявить, что, друзья мои, вы участвуете в этой войне. А раз вы участвуете в этой войне, то так же, как Россия легитимная цель с вашей точки зрения для Украины, так и вы легитимная цель для нас. Я вам больше скажу, Ксения, вот помяните мое слово, этим и кончится. Вот все это закончится именно так. Вот мы проснемся однажды утром и узнаем, что этой ночью Владимир Путин объявил ультиматум, сказав, что если будут продолжаться наноситься удары истребителями В-16, взлетающие с аэродромов таких-то стран, а ведь к этому все идет, если будет продолжать поставляться такое-то, такое-то вооружение, отправляющееся из портов таких-то стран, то мы считаем и эти аэродромы, и эти порты нашими военными целями. Поэтому или вы в течение суток все это прекращаете, или наши военные цели – это наши военные цели. Я прям вот вижу, что это так закончится. Я просто не вижу другого выхода. Но при этом, при всем, есть ощущение, что мы как будто бы себе еще и все усложняем. Вот, как сказал в одном из эфиров как раз с вами Андрей Грулев, о том, что мы, ведя войну, живем по законам мирного времени, которые как будто бы в каких-то вещах нам связывают руки. Мы, ведя войну, живем по законам мирного времени, Маргарита Силёновна. А по законам мирного времени, чтобы кому-то надеть наручники, надо идти в суд. Ну и так далее, и тому подобное. И пока мы будем ходить, они еще что-нибудь в это время натворят. Как с этим быть? В каких вещах? Ну вот с теми же диверсионно-разведывательными группами, которые нельзя просто взять, переловить и засадить, а нужны суды, опять же, та же бюрократия, инстанции, потеря времени. И вот мы как-то с этим всем остаемся. Аксения, мы с вами в одной стране живем. Нельзя кого-то переловить и посадить. То есть мы сажаем все равно. Ну, слушайте, сажают предпринимателя за то, что там другой предприниматель его заказал, потому что он у него киоск там хочет отжать. И нормально сажают. А ДРГ нельзя сажать. Я не знаю, о чем говорит генерал Гурулев. Вы спросите у него. Военное положение вводить в стране не надо. И без военного положения все... Я в этом вам говорю. В чем мы ограничены? Например, кроме того, что так считает генерал Гурулев, я с огромным уважением к нему отношусь, но я так не считаю. Мы же можем расходиться во мнении. Я не вижу ничего, в чем мы ограничены. Если мне приведут примеры, я эти примеры с удовольствием поддержу. Может быть, я бы сказала, что, наверное, надо разрешить спецслужбам прослушку без санкций суда. Это да. К тому же мы прекрасно знаем, что любую прослушку без всяких спецслужб можно за три копейки просто заказать и прослушивать кого хочешь. И получается, что просто нечистые на руки, там, опять же, выясняющие друг с другом отношения хозяйствующие субъекты могут друг друга прослушивать. А чистый, тот сотрудник спецслужб, который все хочет делать по закону, он обязан получать санкцию суда, нужно там уголовное дело и так далее. Вот это я бы отменила. Но для этого не нужно военное положение вводить. Ну, вы представляете, ну что сейчас? Мы по всей стране ведем комендантский час. Это что, улучшит ситуацию? Если у нас вот люди возмущаются. Вот там война, люди по Патрикам гуляют. Ну, гуляют. Ну, понимаете, если они не по Патрикам не будут гулять, они на митинги выйдут, на протесты. Мы еще будем отвлекать людей в погонах на то, чтобы их разгонять. Лучше будет, что ли? Пусть гуляют. Знаете, вот приводят в пример это стихотворение Маяковского. Вам. Вам, проживающим за оргии, оргию и так далее. И там знаменитые вот эти вот слова в конце «Вам ли любящим баб до блюда жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре буду подавать ананасную воду». Вы запикайте там, да? Ну, из песни слов не выпнешь. Это Маяковский. Очень яростное стихотворение. Оно как раз про это. Про то, что вот вам, проживающим за оргии, оргию, имеющим ванную и теплых клозет, как вам не стыдно представленных Георгию вычистывать из столбцов газет. Оно, безусловно, про это. Ровно про то, о чем мы все сейчас говорим. С одной маленькой разницей. Когда шла Первая мировая война, во время которой Маяковский писал это стихотворение, у него тоже была ванная и теплый клозет. И он очень хлопотал о том, чтобы его признали негодным к военной службе. Понимаете? При всей моей любви и уважении к Маяковскому все-таки люди... Он тоже человек. Да. И люди, которые возмущаются, это очень модно стало тем, что вот, все ходят в рестораны, тогда эти люди тоже ходят в рестораны. Давайте начинать с себя. Давайте сначала поселите где-нибудь, или у себя дома, или снимите квартиры, хотя бы одной семье из Шебекина. А потом будем требовать, чтобы все жили, чувствуя войну. Вот когда начнешь помогать людям и делить свои зарплаты, чувствуешь войну. Много шума вызвали слова сенатора американского о том, что русские умирают, и мы еще никогда так удачно не тратили деньги. А я, между прочим, сразу написала, что это, скорее всего, склейка, если вы видели. И вот вопрос мне не в том, действительно ли так было или не было, там невооруженным глазом видно, что это склейка. Вопрос в том, почему иностранные издания, серьезные издания, начали это распространять. Ой, я вас умоляю. Вы видели, кто там работает в этих иностранных изданиях? Вы когда-нибудь видели редактора, просто редактора на ленте какого-нибудь агентства Рейтерс того же? Катастрофическое падение уровня образования, персонализма везде. Понимаете? Среднестатистический редактор Рейтерс вам на карте не найдет Киев. Понимаете? У них министр иностранных дел не знает, где находится Воронежская область, в России или на Украине. О чем вы говорите? Но ведь это смотрят люди. И нельзя сказать, что люди тоже все дураки. Ну, как бы все понятно. Ну, как вам сказать? Вы заметили, какую-то вызвало реакцию. Никто же не поверил, что это склейка. Киев подставил просто всех. В первую очередь, подставил своих западных партнеров. Перемонтировал речь непоследнего человека среди своих партнеров. И заставил его говорить. То, чего он не говорил. Он, конечно, редкий чудак в любом случае, этот Линси Грэм. У меня к нему лично еще, потому что он наложил вето на признание геноцида армян. И тем не менее, ну, все-таки, мы же за правду в первую очередь, он этого не говорил. Он говорил много другой вопиющей фигни и заслужил несколько встреч с Рамзаном Кадыровым давным-давно. Но этого он не говорил. Вот эта попытка что-то кого-то как-то взбуздоражить, она, в принципе, не имеет особого смысла и эффекта, как мы все увидели. То есть здесь даже стратегии никакой нет. А ты при службе Вовчика Кокосика очень хотелось, чтобы он так сказал. Он так не сказал, поэтому они так смонтировали. А что, какая разница? А что? Так нельзя было, а что? Все монтируют, а что? Нам не можно? Можно. Украинская разведка заявляет в последнее время громкие вещи, вот в том числе про Владимира Путина, о том, что он цель номер один в списке украинской разведки. Почему? Здесь как бы даже аргументы, потому что Путин координирует и решает, что происходит. А задача, собственно, ведомства уничтожить командира подразделения, которое отдает своим людям приказы атаковать. Вот как вы думаете, насколько вообще такое заявление вообще осознанно было выдано в своей публикации. Вы достижима ли эта цель с точки зрения украинской разведки? Комментировать заявление командующей украинской разведки я не могу, поскольку у меня нет медицинского образования, соответственно, я не могу себе позволить комментировать психиатрические диагнозы. Здесь без шансов. Абсолютно. На какой-то разум. Понятно. Вас объявили международный розыск и на вас открыли буквально настоящую охоту. Как живется осознавая все это? Вот видите, стоят ребята, они меня охраняют. Я никогда не жила так раньше. Почему я так живу раньше? Потому что тот же глава украинской разведки прямо заявил о том, что мы с Ауди Соловьевым следующая цель. Что касается международного розыска, это немножко неприятно. Почему? Потому что я бы зимой, наверное, хотела бы съездить куда-нибудь в теплую страну. Я в Латинской Америке почти не была. почти ее, не знаю, мне было бы интересно. Я все думала, вот как-нибудь съезжу, как-нибудь съезжу, но теперь непонятно. Выдадут, не выдадут, арестуют, не арестуют, насколько это серьезно. Ну, это и фиг с ним, с другой стороны. Ну, то есть, вот это единственное, что там, а, ну да, не поеду, ну ладно. Вот. А что касается охоты, ну, чувствовать себя мишенью, не очень приятно. Я вам не желаю никогда это испытать. Особенно, когда уже есть примеры. Да. И когда ты понимаешь, что это не шутка, и уже погибли твои товарищи, как к этому можно относиться, чтобы не впасть в истерику, в паранойю и прочее? Помните, как мы в школе учили? Мой мальчик на свете два раза не умирать. Ничто у нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка, такая вот поговорка у майора была. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Если бы у меня был хоть один шанс никогда не умереть, я бы, конечно, очень расстроилась. Но поскольку таких шансов у меня нет, мне уже 43 года, я уже родила трех детей и чего-то, что хотела сделать в жизни, уже делала, я стараюсь относиться к этому так, что погибнуть в борьбе за свою родину, неважно, на фронте ты воюешь или с микрофоном в студии, в своей профессии, ну, это все-таки ничем не хуже, чем умереть от рака, например. Понимаете? Ну, я же все равно от чего-то умру рано или поздно. Ну, так, значит, так. Значит, такая судьба. Что поделать? Не хотелось бы, конечно, потому что возраст еще не тот. Но с другой стороны, ну, значит, так. А что? Я воспитана великой русской литературой и рассказами своей прабабушки-армянки, которая пережила геноцид, и чья сестра выбросилась в море с горы, чтобы не достаться иначарам, чтобы они ее не обесчестили. И поэтому, будучи воспитанной великой русской литературой своей прабабушкой-армянкой, я считаю, что в жизни есть вещи страшнее смерти. Вот бесчестие страшнее смерти. Позор страшнее смерти. Грузия. Открыли недавно авиасообщение, полетели самолеты из России туда. И вот как их встретили? С транспарантами, с разными лозунгами. Не рады были. Это и есть те воспитанные десятилетиями всеми этими американскими грантами и фондами их выкормыши, которые хотят сорвать нормализацию отношений между Грузией и Россией. И любой нормальный человек это понимает, и любой нормальный человек не должен это реагировать, а должен понимать, что это единицы, которые там по работе. Или, если не по работе, то одурманены одурманены и оболванены теми, кто это сделал по работе. Понимаете? За деньги американских НКО. И это все спланировано специально. Даже если часть людей, которые сами выходят с плакатами, не догадываются о том, что они просто марионетки в руках тех, кто не хочет нормализации отношений между нами, с шумидами и двумя странами. Но если вы чуточку умнее, чем вот это, надо просто не обращать на это внимания. Правительство Грузии, которое является властью в Грузии, приветствовало этот шаг. Наш президент сам инициировал этот шаг. В Грузии полно русских. У меня вот недавно друзья вернулись. В Грузии везде русская речь. В Москве полно грузинских ресторанов. Все отлично. Армения, Азербайджан. Отказ Армении от Карабаха в пользу... Я не комментирую этот вопрос никогда. Именно потому, что я армянка, и я не считаю это для себя этичным. Я возглавляю российские государственные СМИ и не комментирую вопрос по этой причине. Ну, по крайней мере, я видела, что вы писали о Пашиняне и высказывали о Пашиняне. Но не армян в азербайджанском конфликте. Это разные вещи. Пашинян? Да. Не знаю, какое еще слово употребить, чтобы вы его не вырезали. Эфенди. Эфенди. Он поймет, что имеется в виду. Я не знаю, что случалось в истории армянского народа и было ли такое. Ну, если не брать совсем уже чудовищные вещи вроде геноцида армян, что случалось в истории армянского народа хуже, чем Пашинян. Я думаю, что после турецкой резни в историю армянского народа Пашинян будет списан на втором месте. Получается, что вы сейчас не можете туда так же заезжать. Вам запрещен въезд в Армению. Да, он лично запретил мне въезд в Армению. Надо сказать, я и не собиралась. Я была в Армении два раза в жизни. Один раз с Путиным в командировке, другой раз с Тиграном в турпоездке. Там же живут ее родственники, правильно? Вашего супруга. Тиграна там живут троюродные, наверное, да, родственники, да. Ну, они приезжают. Ну, Тиграну не запрещен езд, насколько я понимаю. Ну, он без меня не поедет в любом случае. Мне запрещен. У меня родственников нет в Армении. Но вам запрещено не совсем дальние, с которыми я не поддерживала связь. Но нога моих предков на территорию современной Армении не ступала. У меня все мои предки с обеих сторон, с турецкой стороны. Но вам въезд запрещен лично? Да. С такой формулировкой? За то, что он обиделся, зайчик. Прямо так и написано. Я обидела его. За то, что систематически обижала армянского премьер-министра. Такой вот он у нас пушистик, обидчивый. Так смешно, на самом деле. Кто бы он подсказал, как мне мама в детстве говорила, на обиженных воду возит. Будут выборы осенью. И в том числе будут выбирать и мэра Москвы, и губернатора Московской области. Вот как вы думаете, если попробовать заглянуть немножко в будущее, в текущих реалиях, есть ли тут вопрос, может быть, угрозы безопасности вообще проведения каких-то таких мероприятий? Насколько это будет спокойно? Слушайте, дожить надо. Дожить надо. Ну что теперь, ничего не проводить? Можно и наше с вами интервью не проводить. Понимаете? Посмотрим, дожить надо. В Москве и Московской области я искренне желаю выбрать того же мэра и того же губернатора. Вы уже проголосовали только что. Да. Ну как думаете, может быть, я не знаю, какие-то меры можно предпринять, которые были бы полезны, которые раньше не предпринимали? Ну электронное голосование же сейчас развивается. Я не знаю, в каком объеме оно будет использовано на этих выборах, но, конечно, учитывая ситуацию, хорошо бы, чтобы чем больше, тем лучше оно использовалось. Ну посмотрим. Я не владею, честно вам сказать, информацией о подготовке к выборам. Я этим не занимаюсь. Ну, я думаю, что специально обученные люди выберут наиболее безопасный формат. В одном из выпусков своего проекта, что я требовалась доказать, вы говорили о том, что когда придет время, я вообще-то хочу уехать в Краснодарский край и вот сидеть там писать книги. Да. Вот какая книга будет первой написана? И что вообще должно произойти, уже случиться, чтобы вы со спокойной совестью, чистой душой сказали, ну все, я поехала. Я вам первый открою секрет. Я подписала договор создательства у меня выходит в этом году с позжей помощью книга. Пока название ее рабочее, должна выйти книга моих рассказов. Какая книга будет первой, я не знаю, потому что даже для того, чтобы закончить то, что у меня уже начато, что у меня в набросках или написаны первые главы, это и рассказы, и романы, и сценарии, где, допустим, написано три серии, да, сериала, а нужно там еще десять. Мне только, чтобы это закончить, нужно минимум пять лет заниматься только этим, не работая. Вот просто сесть, вот как я люблю, закрываюсь в своей комнате и сижу в своей комнате весь день. Мне даже еду туда приносят, и просто, и там же вот как проснулась, надела халат, сижу и так же и засыпаю. А вы смогли бы так пять лет? Да. Я смогла бы так. Без работы? Безусловно. Я смогла бы так всю оставшуюся жизнь. А вы считаете, что это не работа? Это самая сложная работа. Другая работа. И самая крутая работа. Это гораздо большая работа. Ты один самим собой, со своими мыслями. Тебе не с кем обсудить, как ты вчера сходил с коллегами в кино, а пойдем еще кофейку, а пойдем еще про начальника посплетничаем. Это очень плодотворная творческая работа, на которой у меня, к сожалению, нет даже одного процента времени сейчас, столько, сколько нужно. А вы спросили, когда будет это время? Да. Когда мы победим? Вот как только мы победим, я пишу заявление в тот же день. Я серьезно говорю. Тогда надо конкретизировать. Запомните, в чем вызовы какие-то есть всегда. Нет, я имею в виду, победим в войне, которая идет сейчас. Запомните этот твит. Думаю, на этом можно ставить точку. Маргарита Симоньян была у нас в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова